Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и перед началом небольшое предисловие. Когда я был чуть помладше, я просто обожал смотреть MTV Movie Awards. Шоу, где фильмы награждались этой самой наградой. MTV Movie Awards. Куча фильмов, звезд, номинаций, а самое главное, что голосовали не критики и академии, а сами зрители. И я подумал, а почему бы на моем канале не сделать нечто похожее? И устроил опросы в группе ВК, предложив своих участников. Но опросы эти я сделал максимально открытыми, и само собой сообщил об этом. То есть, если вы считали, что несколько участников достойны победы, то могли голосовать за нескольких. Хоть за всех. А если, по вашему мнению, я не указал кого-то достойного, то вы могли дописать его в комментариях. И если ваш кандидат набрал больше всех лайков, то и победа его. Но, так как идея всего этого пришла ко мне слишком поздно, то я продумал всего несколько основных номинаций. Но, в следующем году я начну подготовку всего этого действия раньше. И в следующий раз участников и номинаций будет больше. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а я предлагаю начать заново. Ну вот так получше будет. Ну а теперь давайте еще раз. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на Kong Series 2019. Погнали! КОНЕЦ! ПОНЕЦ! ПОНЕЦ! Продолжение следует... Я думаю, этот год оставил множество как хороших, так и не очень воспоминаний. Но пришло время попрощаться с ним. И как пела Эльза, отпустить и забыть. И встретить нашу первую номинацию. Номинация прощания с сериалом. Участники. Сериалы Марвел. Академия смерти. Болотная тварь. Готэм. Легион. Уэйн. Плащ и кинжал. Сумеречные охотники. Игра престолов. Теория Большого Взрыва. Да, все эти сериалы ушли от нас в этом году. Но некоторые из них в этом году только начали свое существование. И не прожив двух сезонов, ушли. А победителем в этой номинации становится... Становятся сериалы вселенной Марвел. На втором месте у нас Игорь Престолов. Ну а на третьем летучая мышака... Готэм. Поздравим и попрощаемся с ними. И будем надеяться, что в следующем году годнота нас не покинет. Ну и раз мы попрощались с этими сериалами, то пришло время вспомнить тех, кто ушел от нас довольно давно. Но перед этим я бы хотел поблагодарить тех, кто решил в этом году поддержать мой канал... Спасибо вам, друзья. Тайны Смолвиля. Как я встретил вашу маму? Как по мне, все эти сериалы можно пересматривать хоть каждый год. Чем я, в принципе, иногда и занимаюсь. Но какой же сериал удостоился вашего признания? Доктор Хаус. На втором месте у нас Друзья. И с отрывом в один голос, третье место занимает... Клиника. Ну хватит уже прощаться, грустить. Давайте дарить подарки. А то какой же это Новый год-то и без подарка. А подарить я вам хотел бы... А вы не узнаете. И победитель не узнает, пока не получит подарок. Как знать, что это за подарок может быть? Может фигурка, может комикс, А может даже носки. Я бы ставил на носки. А в любом случае вы не узнаете, пока не выиграете. Вот такой вот тайный подарок от нетайного Санты. Но сразу говорю, страницы репост хантеров не участвуют. Подробнее по ссылке в описании. А у нас следующая номинация. Номинация «Лучший комедийный сериал». Участники. Чем мы заняты в тени? Почему женщины убивают? Рассвет. Половое воспитание. Бесстыжие. Кремниевая долина. Конец ебаного мира. Сделай погромче, Чарли. Уэй. Перед тем, как я оглашу победителя, я бы хотел сказать еще одно спасибо. Только теперь комментаторам. Вы знаете, что я всегда читаю ваши комментарии. И если мне есть что сказать, отвечаю. Положительный комментарий или отрицательный, не важно. Спасибо, что участвуете в жизни канала. И победителем номинации «Ухохатабл года» становится... Конец штопанного мира. Второй сезон. Знаю, не совсем чистокровная комедия. Но тут все участники подобного типа. Чтобы было и где посмеяться, и где подумать. Как бы то ни было, поздравляем второй сезон конца... Мира. Сразу за ним второе место занимают. Бестыжие. И на третьем месте у нас... Половое воспитание. Перед следующей номинацией я бы хотел пожелать, чтобы в следующем году нас пугала максимум, что долгая загрузка серии. Номинация «Самый страшный сериал». Участники. Страшная история в двух предложениях. Сумеречная зона. Калейдоскоп ужасов. Леденящие души приключения Сабрины. Перерождение. Болотная тварь. Тёмная сеть. Навстречу тьме. Кассел-урок. Эпидемия. Ну а на первом месте у нас... ЛДПС. Или же «Леденящие души приключения Сабрины». На втором месте у нас «Болотная тварь». И третье место занимает второй сезон «Кассел-рока». Друзья, у меня очень серьёзный вопрос. А вы верите в волшебство? Быть может, вы всё ещё хотите пересечь платформу 9,75? Или может, вы хотите прогуляться по Хогвартсу с картой мародёров? Забудьте про это. Чудес не бывает. Ладно, шучу, конечно. Пускай в следующем году сказка, в которую вы верите. Или чудо, на которое надеетесь, по-любому воплотится в жизнь. Номинация «Лучший фэнтези сериал». Участники. Чудотворцы. Тёмные начала. Благие знамения. Карнивал Роу. Тёмный кристалл. Страна Рождества. И победитель в номинации «Лучший фэнтези сериал 2019». Ну, кто бы сомневался. Пусть-ка ангел и секси демон. Благие знамения. На втором месте у нас «Мальчик, который вы...» А, нет, чудотворцы. И на третьем месте у нас «Тёмные начала». Пять номинаций позади. Дальше больше. А пока я предлагаю прерваться и послушать знакомым многим песню с немного новой подачей. Музыкальная палза, друзья. Музыкальная палза, друзья. Музыкальная палза, другое. Субтитры сделал DimaTorzok This year to save me from tears, I give it to someone special Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave me away This year to save me from tears, I give it to someone special A girl that broke, friends with dark eyes A man that broke me with your soul of mine My God, I thought you were someone to rely on Me, I guess I wasn't sure what to cry on A face of a lover with a fire in his heart A man who declared me but you told me I'm fine Now I'm following along, I'm gonna fall in again Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave me away This year to save me from tears, I give it to someone special Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave me away This year to save me from tears, I give it to someone special Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave me away Last Christmas I gave you my heart, I gave you my heart, but the next year if you can sing or play Or think that you can, and your music does not fall in a foreign right and you want to get in the video Then I'd like to invite you to come to me in the face or in the group of Waka I choose those who like me and show them in the next year Just I've always been for that, so that the talents were noticed But we have the next nomination Номинация лучший фантастический сериал Участники Академия Амбрелла Матрешка Монталорец Общество Странный город Видеть Жизнь самим собой Война миров Пандора И чемпион этого года Я бы сказал даже почти бесспорный чемпион Мандалорец Второе место поделили между собой Академия Амбрелла и Война миров Набрав одинаковое количество голосов И на третьем месте у нас Пандора Хоть я и не особо хорошо знаю вселенную звездных войн Но я не буду отрицать того, что Мандалорец засиял с невероятной силой А фанаты ждали новую серию сильнее, чем новый фильм А ведь совсем недавно про него вообще никто не знал Что ж, буду надеяться, что и мой канал когда-нибудь выбьется из этой темноты Номинация Темная лошадка Участники Мандалорец Темные начала Пацаны Карнивал Роу Академия Амбрелла Видеть Половое воспитание И победителем становится Что ж, снова Мандалорец На втором месте у нас ребята не особо фанатеющие от супергероев Пацаны Но на третьем месте супергерой по неволе Академия Амбрелла Снова вернемся к звездным войнам Признаюсь честно, из-за загруженности я не успел сходить на последний фильм Но комментарии, которые я о нем слышал, довольно сильно колебаются От восторга До говнища Поэтому, если среди подписчиков есть фанаты франшизы, которые ходили на этот фильм То напишите в комментариях, как он вам разочаровал или порадовал Только без спойлеров Ну а пока вы пишите, у нас следующая номинация Номинация Разочарование года Участники Видеть Болотная тварь Божий дар Эйфория Ладья Хранители Игра престолов Готэм Да, я считаю, что все эти сериалы не оправдали ожиданий По крайней мере у меня Кто-то из них скатился под конец Ну а кто-то не поднялся с самого начала Но какой сериал вызвал больше всего БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Дали о себе знать На втором месте Хренители И на третьем Так порадовавшая в начале И скатившаяся под конец Болотная тварь Ну а я пожелаю Чтобы в следующем году Максимум что вас разочаровало Это смена озвучки в сериале И больше ничего Ну а следующие ребята Сошли к нам прямиком с историей Для тех кто плохо умеет читать С книжек для дебилов Как говорил кое-кто Ну что тут поделать Я их любил Люблю И любить буду Номинация Лучший сериал по книжке с картинками Участники Пацаны Академия Амбрелла Роковой патруль Болотная тварь Титаны Академия Смерти Люцифер Сериалы канала CW И победителем становится Признаюсь честно Я не ожидал Что голоса выпадут Именно так Первое место Сериалы Сидаб На втором месте у нас Секси Люцифер И на третьем месте Ребята Которые против всех этих костюмов Пацаны Хотя тут нечему удивляться Пацаны хоть и мощный Но пока свежий сериал Не успевший набрать до конца Свою фан базу В отличие от Сидаба Который Кто бы ни кричал Кожанка Кожанка Вошел плотно в нашу жизнь И уже стал как родной Ну и раз уж мы про него заговорили То Сидаб выкатил Огромную кучу сериалов Поэтому для него Я выделил Отдельную номинацию Номинация Си-Дабл-Ю года Участники Флэш Стрела Легенда завтрашнего дня Бэтвумен Черная молния Супергерл Сверхъестественная Ривердейл И победил Самый быстрый человек на земле Флэш Шестой сезон На втором месте у нас Два брата-акробата Сверхъестественная Пятнадцатый сезон А на третьем месте Человек Никогда не подводивший этот город Стрела Восьмой сезон Если кто не знал Или не замечал Я в своих обзорах Всегда стараюсь избегать спойлеров Где-то для этого Мне приходится приврать Где-то не договорить Чтобы не лишать вас Вау и ах Моментов Но есть такие спойлеры Которых никому из нас Не избежать Музыкальная пауза, друзья Моя мама всегда читает Вступление к книге А потом концовку Зачем? Чтобы не разочаровываться Сегодня дико кутишь А потом слежешь с похмельем Айфон, который купишь Безнадежно устареет Работать по специальности Не будешь никогда А твоя настоящая Лишь будущая бывшая С нового семестра Учиться ты не станешь Но твои оценки Ни на что не повлияют Решишь вставать пораньше Но снова все проспишь Пораньше и не ляжешь До утра ты протупишь Кто-то из твоих друзей Станет дебильным рэпером А кто-то инстаграм-моделью Это будет кик и слаб Тебе станет стыдно За старые переписки Прости, что так много кринжа Прости за спойлеры жизни Прежде ты живой А потом ты мертвый Сори за такой На и жирнющий спойлер Прежде ты живой А потом ты мертвый Сори за такой На и жирнющий спойлер Прежде ты живой Прежде ты живой Сори за такой Сори за такой Спойлер Будешь ты из раза в раз Засыпать, когда не хочешь Чтоб, когда не хочешь, встать И пойти, куда не хочешь Будешь тратить жизнь на ссоры, суету, обиды, злобу На ненужные заботы и пустые разговоры Будешь думать лишь о том, как бы взять от жизни все Но отложишь на потом, а потом ты умрешь Но свою историю пишешь и сюжет рисуешь ты сам Значит каждый спойлер жизни ты можешь переписать Прежде ты живой, а потом ты мертвый Сори за такой, да и жирнющий спойлер Прежде ты живой, а потом ты мертвый Сори за такой, да и жирнющий спойлер Прежде ты живой, прежде ты живой Сори за такой, сори за такой Спойлер, 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 спойлер Спойлер, но Лера не споет Так стоп, какая Лера, я же Никона, не Лера А там не спой Лера, а спойлер Итак, впереди у нас финальная пятерка И я предлагаю начать ее с чего-то детского, чистого, невинного Номинация «Лучший мультсериал» Участники Харли Квин Рик и Морти Первобытный Любовь, смерть и роботы Симпсоны Разочарование Крайний космос Юная Лига Справедливости Леди Баг и Супер Кот И победителем становится А точнее победителями Дедушка и внучок, покорившие сердца многих Рик и Морти, четвертый сезон На втором месте снова парочка Жука Баба и Кота Мужик Леди Баг и Супер Кот Третий сезон Но на третьем месте у нас целая семья Симпсоны Тридцать первый сезон Я как человек тесно связанный с гик миром Частенько люблю побаловать себя хорошим мультом Или мультсериалом И довольно забавно слышать от людей более старшего поколения Или моего же Ты шо смотришь мультики Как ребенок, ё-моё Таким людям я чаще всего советую вместе с детьми посмотреть убийственную шутку или флешпоинт Эй, ну а что, это мультики, а мультики по их мнению только для детей Да я скорее хрен отрежу, чем это признаю И дабы далеко не отходить от темы анимации Номинация лучший аниме сериал Тут все немножко сложнее с победителем Дело в том, что я давненько выпал из мира аниме И поэтому я предложил вам предложить кандидатов и проголосовать Но вы как взяли, как выволили по куче кандидатов за один комментарий Так все и пошло по звезде Анимешники, блин Поэтому я тоже решил сделать иначе Я просто зачитаю ваши предложения Ну а в комментариях вы можете выбрать победителя Но предупреждаю сразу Я не знаю, какое из этого аниме 2019 года А какое нет И что из этого аниме сериалы, а что нет Короче, я просто зачитаю ваши предложения Ну а вы голосуйте Внук Мудреца Доктор Стоун Сага в Винланде Моб Психа 100 Второй сезон, как я понимаю Моя Геройская Академия Четвертый сезон Черный Клевер Наруто Баруто Ван Патчмен Второй сезон Драгон Бол Ван Пис Блич Хантер Хэ Хантер Да ладно, я знаю, что это Икс Восхождение Героя Щита Дитя Погоды Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки Что? Серьезно? Есть такое аниме? Я просто не проверял Клинок Растекающий Демонов Обещанный Неверленд Про Майкла Джексон аниме Возможно неправильно Доминану Безумный Азарт Второй сезон Или вторая часть В Подземелье я пойду Там красавицу найду Это ваше предложение На меня не смотрите Кот Гиас Воскресший Лелуш Ну все, голосуйте Но у нас тройка финалистов И для начала Самая амбициозная номинация Номинация Самый амбициозный кроссовер Участники Кризис на бесконечных землях Канал CW Мстители Финал Киновселенная Марвел И перед тем, как я оглашу победителя Я отвечу тем, чьи пуканы взорвались под этим опросом Если их объединить, то претензия примерно такая Кроссовер еще до конца не вышел А вы уже голосование устроили Да и нашли, что сравнивать Фильм мега уровня И сериальчик Дебилы Фух Так Номинация Самый амбициозный кроссовер Не самый амбициозный законченный кроссовер Не самый амбициозный фильм Или сериал кроссовер Самое главное Это амбициозность и кроссоверность Фильм уже вышел Это да А у КНБЗ вышло только 3 эпизода Но Это уже больше половины И в этих трех эпизодах Уже пересеклись куча вселенных и сюжетных линий Поэтому я и устроил это голосование А теперь победитель И это Мстители Финал Не будем тормозить И раз уж затронули фильмы Номинация Фильм Года Участники Зеленая книга Однажды в Голливуде Гарри Гарри Ясна Мстители Финал Оно 2 Аладдин Шазам Королев Собачья жизнь 2 Джокер Форд против Феррари И фильмом Года становится Ну думаю весьма очевидно Мстители Финал На втором месте у нас Ностальгия Страшная Сила Король Лев Ну и на третьем шаг Ну а перед финальной номинацией Я бы хотел сказать спасибо Всем кто помог мне с этим видео Спасибо за помощь с оформлением Спасибо нашим музыкальным паузам И песней закрывающей церемонию Ну и конечно же спасибо нашему чудесному Закадровому голосу Всегда пожалуйста Всех девчат и ребят с Новым Годом Но у нас финал Не Мстители Номинация сериал года Участники Мандалорис Рик и Морти Темные начала Пацаны Очень странные дела Половое воспитание Благие знамения Каннивал Роу Академия Амбрелла Ходячие мертвецы Флэш Стрела Острые козырьки Наследие Сотни Леди Баг и Суперкот Бэтвумен Сверхъестественная Эйфория Крайний космос Сразу скажу Ведьмака я посмотрел довольно поздно Поэтому вопрос я его не включал Но и вы его в комментариях не предлагали Поэтому лично от меня Ведьмак получает почетное звание Последний Но не по значению А в номинации Сериал года По мнению подписчиков канала Коротко, а не коротком Побеждает Мандалорис Вы просто поддались Бэби Йоде Да ладно, все поддались И я тоже На втором месте Хоть и мульт Но все же сериал Рик и Морти Четвертый сезон И на третьем месте у нас Пацаны Поздравляю всех победителей Всех номинаций И вас, друзья Спасибо за то, что смотрели это видео Спасибо, что голосовали Просто спасибо за то, что вы есть Поздравляю с Новым Годом Конечно же я вам желаю Счастья Любви Удачи Денег Пускай в следующем году Ваши любимые сериалы Не заканчиваются А если и заканчиваются То только хэппи-эндом И пускай в следующем году Ваши любимые персонажи Не умирают А если и умрут То навсегда оставшись В ваших сердцах Я еще раз поздравляю всех с Новым Годом Ну а вы можете поздравить меня Вашим лайком И подпиской Ну а если захотите поздравить меня Более материально Так сказать Чеканой монетой То тоже буду очень признателен Ну а сейчас будет песня Закрывающая церемонию Кто-то из вас ее уже слышал Кто-то из вас ее уже напевал Ну а кто-то ее просто ненавидит За то, что ее невозможно Выкинуть из головы Ну а я же, как обычно, пожелаю вам Только интересных сюжетов И увидимся в следующем году Пока Когда скромняга пад Отдыхал от тел С Геральтом из Риви Он песню эту пел Сразился белый волк С вели речивым чертом Эльфов по кромсам Несчетные кокорты Сзади подползли Хоть это стыд и срам Сломали мне лютню Дали по зубам Целился тот черт Мне рогом прямо в глаз И тут ведьма крикнул Вот твой смертный час Ведьмаку заплатите Чиканной монетой Чиканной монетой Вот Ведьмаку заплатите Зачтется все это Он хоть на край земли Отправиться готов Сразить всех чудовищ Убить всех врагов Он эльфов всех прогнал За дальний перевал Высокие горы На вечный привал Он бьет не в бровь, а в глаз Был ранен много раз Он людям товарищ Всегда он за нас К чему это вражда? Никак я не пойму Он нас защищает Так налетишь ему Ведьмаку заплатите Чиканной монетой Чиканной монетой Вот Ведьмаку заплатите Зачтется все это Ведьмаку заплатите Чиканной монетой Чиканной монетой Вот Ведьмаку заплатите Зачтется все это Ведьмаку заплатите Зачтется все это Ведьмаку заплатите Чиканной монетой Чиканной монетой Чиканной монетой Ведьмаку заплатите Зачтется все это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok